здравствуйте ребята я рада вас приветствовать ребята сегодня на улице пасмурно и сыро а мне с вами тепло и весело а весело от ваших светлых улыбок ведь каждая улыбка это маленькое солнышко от которого становится тепло и хорошо поэтому я предлагаю вам чаще улыбаться друг другу и дарить окружающим хорошее настроение ребята как называется страна где мы живем молодцы кыргызстан да ребята наша страна красивая удивительная горная страна расположенная в самом сердце центральной азии ребята на прошлом уроке мы с вами побывали на джайло и узнали что джайло от слова джай лето джайло это летнее пастбище кыргызов кочевников которые находятся предгорных и горных районах страны а на сегодняшнем уроке мы с вами отправимся далекое очень интересное путешествие а вот куда вы узнаете отгадав мою загадку и и подножье травяниста трава высока шелковисто повыше заросли кустов ряды колючек и шипов еще повыше хвойный лес стволами поднят до небес вершина голая скала скажите кто она молодцы гора но сначала ребята давайте определим что такое горы да ребята горы это неровные участки земной поверхности наше путешествие будет необычное мы с вами полетим на вертолете и посмотрим на горы сверху если мы сейчас поднимемся в горы увидим заснеженные вершины покрытые снегом наверху очень холодно поэтому снег там не тает даже летом а на вершинах гор остаются ледники эти горы называются алато алато в переводе означает пестрые горы еще есть знаменитые тиньшанские горы на которых растут тиньшанские ели скажите ребята почему снег не тает на горах правильно потому что там очень холодно что находится на вершинах гор молодцы верно ледники а теперь ребята полетим дальше и посмотрим какие бывают еще горы заснеженные горы заснеженные горы самые высокие на них находятся вечные ледники они никогда не тают даже летом горы бывают скалистые на этих горах не растут деревья они немного ниже ледников а есть горы которые еще ниже и на них растут леса эти горы называются лесистыми холмы тоже горы но самые низкие на холмистых просторах живут люди которые занимаются разведением скота охотой и пчеловодством мед очень полезный поскольку травы входящие в его состав обладают разными свойствами и обладает целебной силой ребята я вижу что вы устали давайте встанем и сделаем вместе разминку повторяем за мной подняли руки и потянулись к снежным горам ниже спустились и удивились скалистым горам руки подняли и покачали это деревья в горах руки согнули кисти стряхнули ветер сбивает снежную пыль в сторону руки сильно помашем это орлы к нам летят как они сядут тоже покажем крылья сложили назад молодцы ребята продолжаем наш путь знаете когда наступает весна снег в горах тает образовывая ручейки которые превращаются в горные реки вода в этих веках очень чистая но быстрая ребята к этим рекам очень опасно подходить близко а еще горах живут дикие животные снежный барс горный козел красный волк рысь и бурый медведь горах кыргызстана много лекарственных трав нередко отдыхающие их собирают чтобы потом заваривать чай или делать отвары здесь прозрачные горные реки густые леса горный воздух чистый и пахнет ароматами разной траве ребята наша страна красивая и высокогорная куда не посмотришь увидишь горы с белоснежными вершинами наши горы не только красивые и величавые горах себя надо вести осторожно ходить в горы нельзя без проводника так как можно заблудиться ходить в горах нужно медленно если вы спускаетесь с горы делать это нужно боком ни в коем случае нельзя бежать горы не любят грохотов и взрывов так как может сойти зимой снежная лавина а это очень опасно потому что она может накрыть собой людей дома машины и зверей наша страна настолько удивительная и красивая кыргызские горы находятся не только вдали от города самом центре города ош находится священная гора слойман то слойман то является священным местом на вершине горы находится мечеть на горе слойман то расположены пещеры также в самой горе в одной из ее пещер расположен исторический музей ребята запомнили все а ну-ка скажите как вести себя в горах почему что может произойти вам урок понравился молодцы ребята спасибо вам вы очень старались ребята сейчас мы с вами сделаем творческую работу для нашей работы нам понадобится цветная бумага так клей pva ножницы и вырезаем наши горы краска или гуашь и кисточки берем лист бумаги и на нем нарисуем горы умнистые так берем ножницы и вырезаем наши горы ребята полученные горы сжимаем в комочек не пугайтесь не переживайте вот так берем комочек вторую часть тоже теперь разворачиваем и разглаживаем а а Для фона я бы выбрала белый цвет бумаги формата А4. Вы можете выбрать любой цвет. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь берем краску белого цвета и с помощью кисточки наносим краску, касаясь только вершин изгибов. Красками пользуйтесь аккуратно, ребята. Не испачкайтесь. Ребята, вот что получается в итоге. Вот такой красивый рисунок получился у меня. Мы сделали сейчас вместе, а я вчера подготовила такую работу. Я надеюсь, у вас получилось еще лучше. На этом наш урок подходит к концу. До свидания, ребята. До новых встреч.